Сибирский пилигрим Сегодня решил совершить небольшую мотопрогулку Выехал за город Вон виднеется вдалеке телевышка И пригородные крыши поселка Вот, выехал И тут у меня случилась небольшая поломка Вернее, даже не поломка А просто туговато стали включаться скорости Ну, тут что можно сделать? А тут у нас идет вот это сцепление Сцепление Так, а вот здесь вот Втулочка резьбовая То есть, выкручивая или закручивая Мы увеличиваем и уменьшаем зазор сцепления Она уже была практически выкручена Поэтому я решил снять крышку Закрывающую механизм сцепления В общем, снял Там ось, которая регулирует механизм Регулируется шлицовой отверткой Контрогаечкой на 10 Открутил гаечку Затянул потуже Предварительно закрутил втулку Чтобы дать опять Возможность регулировки Не лазая в механизм Закрутил Законтрогаил Собрал Завел Ну, вроде мягко и хорошо включается Ну, поэтому предлагаю проехаться Думаю, съезжу В сторону Озер Казачья круглая Ну, и там, может быть Крутанусь по брошенным садам Посмотрю Угодий охотничий Где я охочусь зимой на зайцах Ну, и так прокатимся Вперед! Ну, пользуясь случаем Раз уж поехал покататься Так бесцельно Может быть, поделюсь опытом С начинающими мотоциклистами Значит, как научиться Ездить на мотоцикле-мопеде? Трогаемся Тут у нас вот Есть сцепление Сцепление разъединяет Двигатель С передачей Выжимаем сцепление Включаем первую скорость Плавно добавляем газ И отпускаем сцепление Вот мы поехали Соответственно, при наборе оборотов Выжимаем сцепление Включаем следующую скорость И так далее Здесь у меня четыре скорости И выбираем эти скорости В зависимости Вернее, сказать Передачи В зависимости от скорости С опытом придет С опытом придет опыт Скажем так И вы уже не задумываясь Будете автоматически Переключать передач Ну что, теперь поехали Вот сейчас едем по полевой дороге Хочу обратить внимание Для мотоцикла Может произойти занос Может произойти занос И вследствие чего Падение Поэтому попадая на такие покрытия Нужно выбирать Оптимальную скорость Резко не увеличивать Резко не увеличивать Скорость Резко ее не сбавлять И не тормозить И все у вас будет хорошо Ну пока тут нет ничего интересного Хочу обратить внимание На движение Ну сейчас мы едем По полевой дороге Но иногда нам приходится Ездить по городу По населенным пунктам Вот И поэтому там Происходят Различные маневры Перестроения Вот И при этом Нужно обязательно Обязательно При перестроении Допустим Перестраиваетесь вы влево Нужно посмотреть В левое зеркало Убедиться Что никого нет Никто не идет на обгон При перестроении вправо Посмотрите в правое зеркало Это все Должно быть доведено До автоматизма И тогда У вас будет Безопасная Безаварийная езда Вот сейчас Как раз Заехал К гребенку С песком Прям чувствуется Как водит мотоцик Поэтому я держу Небольшую скорость Резко Не кручу рулем Субтитры добавил DimaTorzok Ну вот Трогаться Управлять мотоциклом Мы научились Теперь нам Нужно научиться Останавливаться Останавливаемся Без Пускания Мотоцикла Тормозами Вьюз А плавно Используя Задний И передний Тормоз Выжали сцепление Нажали оба тормоза Выставили Левую ногу Потому что Правая у нас На тормозе Остановились И потом Перенеся Опору На правую ногу Переключаем Мотоцикл На нейтралку Вот такое вот озеро Это два озера Круглое Казачье Рыбаки На лодках Ловится здесь Караси Ротан Иногда бывает Заходит С канала Щука Которая туда Попадает С реки Алеи Но В данный момент Я не вижу Что кто-то Ловил на спиннинг Ну что Поедем дальше Вот заехал В брошенные сады Вот сколько Войлочной вишни Возьмем 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 так заберу ключ пойдем посмотрим что-то за вишенка такая вот вишня да она спел и вот она гильза кто-то зимой зайца стрелял сады эти выделялись в советские годы работникам алтайского тракторного завода но прошло 20 лет новой власти и теперь нет ни алтайского тракторного завода не садов которые выделяли работникам вот неплохая вишенка можно будет сейчас собрать возьму какую-нибудь тару и пособираю когда-то это была центральная дорога тут ходил автобус но теперь сами видите все заросло вишня малина слива все это естественно превратилось в дикорастущие появилась ну попробуем свернуть на какую-нибудь боковую улицу ну вот какая-то улица попробуем проехаться по ней ну вот тоже заросли войлочной вишни видите какие грозди висят уже уже темно такая бордовая спелая некоторая уже переспелая ну сейчас посмотрим пока собирал вишню надо мной пролетели друг за другом два табунка куропаток но осталось еще увидеть зайца или лесу и будет полный набор фауны этого места вот тоже вишня слева так ну а вот мы подъезжаем центральной дороги так выскочим сейчас на трассу Змеиногорскую проедем по ней в сторону города там свернем на березовскую ну и там полями вернемся как заезжали я вот смотрю как зарос этот сад мы раньше здесь охотились на зайцев на куропаток ну в таком состоянии как он находится сейчас тут охота вряд ли будет удачной заросли 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 ну зато он превратится в островок для разведения дичи даже разметка сохранилась на дороге так выезжаем на трассу ну а да Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok